ребята всем привет наконец-то сегодня я выбрался на большую воду нахожусь сейчас на ревтинском водохранилище приехал сюда около 12 часов дня какую попытаюсь здесь поймать рыбу не был здесь на этом месте я да и вообще на ревтинском водохранилище не был уже больше года точно больше года точно ну а вообще так я не очень-то посещаю это место теперь наверное начну сюда ездить чаще все зависит от того какую руб я сейчас поймаю будет она вообще клевать или не будет она клевать на берегу нет ни одного человека вообще также продолжая тестировать костюм который сейчас находится на мне это костюм орион элит барьер от компании новотекс задался целью его использовать на своих летних рыбалках в утренние и вечерние часы вот сегодня уже 5 рыбалка будет у меня в этом костюме пока костюм ведет себя великолепно швы никакие нигде не разошлись нитки нигде никакие не распустились манжетики все на месте никаких нет проблем с этим костюмом вообще как будет дальше он себя ввести не знаю но сейчас пока я им очень и очень доволен реально всем советую к приобретению хорошая штука а а а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как всегда, самая лучшая рыба попадается за кадром Попался лещик, нормальный такой Ну не совсем лещик такой, может грамм 900 Ну вполне приличный по сегодняшнему дню Ох, тихо-тихо-тихо, тихо-тихо, дружок Тихо, все равно отпущу Все, ребята, закончилась моя рыбалка Это значит, пора записать рыболовный дневник И делиться этим дневником с вами Сегодня я нахожусь на Ревтинском водохранилище Конкретную точку, к сожалению, называть не могу Потому что привезли меня сюда на берег люди Ну, как бы раскрывать конкретную точку Было бы к ним неуважение Потому что, сами понимаете Никто не хочет раскрывать своих рыболовных мест Но тем не менее, водоем назван Ревтинское водохранилище Приехали мы сюда в 12 часов дня Сейчас у нас около 18 То есть, вот с 12 до 18 проходила рыбалка Сильно долго решили не задерживаться Потому что возвращаться в город не хочется по темноте Ну, тут все-таки довольно далеко До Екатеринбурга ехать, ну, порядка двух часов, наверное По не самой лучшей дороге сначала Пока тут через Азбест едешь Вот, ну, давайте теперь немножечко о рыбалке Ловил я сегодня на фидер Длина фидера 3,90 Катушка 5000 Шнур использовал единичку наутилус Дешевый шнур, который показался, в принципе, очень даже неплохо Вот, конечно, он летает немножечко хуже, чем брендовые, там, какие-то другие шнуры Зато стоит 800 рублей Не страшно его отстреливать, совершенно не жалко Кормушку сегодня использовал снова Бриз 60 грамм Замечательно летающие, всплывающие кормушки Тоже, кстати, всем советую Не сочтите за рекламу, совершенно никакая не реклама Вот, есть много разных хороших кормушек Это одна из таких Крючок использовал 12 номер пинхук Сначала стоял более крупный крючок Все-таки надежда была половить карпа карася Но ни карп, ни карась, ни у меня, ни у товарищей не проклюнулся Вот, поэтому перешел я на тонкую проволоку Ну, то есть, на крючок более мелкий, с более тонкой проволокой Чтобы можно было ловить на опарше и мотыля Чтобы мотыль не рвался и не вытекал, соответственно Вот, ну и с успехом, в общем-то, на такой крючок сегодня ловил Поводок у меня был 0,12 миллиметров Прикормку сегодня использовал Чайка рыболов Премиум спорт Великолепная, замечательная прикормка Здесь вода стоячая Я считаю, что для стоячей вот этой воды Для этого места замечательно подходит такая прикормка Вот, ну, в общем-то, она себя оправдала С успехом я сегодня ловил рыбу С использованием этой прикормки Вот, как бы тоже могу всем посоветовать Что же по сегодняшней рыбалке? Непосредственно по самой рыбе Ловил сначала на кукурузу Кукуруза, короче, показала себя не очень хорошо На кукурузу поймал одну плотву Поймал пару подлещиков Ну, и у товарищей тоже ни карась, ни карп не проклюнулся Поэтому перешли на опарше и мотыля И стали ловить на бутерброд Если, короче, ловишь на чистого мотыля То сразу придет мелкий подлещик Мелкий ладошечник вообще совсем такой Стуграммовый, короче Такой, естественно, никому не нужен Ставишь белого опарыша Ну, то есть чистого опарыша без мотыля Ну, как бы поклевки пореже Ну, покрупнее немножко попадается рыба Если ставишь бутерброд, то есть миксуешь опарыш с мотылем То вот этот более крупный подлещик начинает ловиться чаще Поэтому вот на бутерброд я сегодня и ловил Какую же рыбу я сегодня поймал? Давайте здесь покажу итоговый улов Вот, как вы видели, такой у меня был сегодня итоговый улов Я считаю, что для этого непродолжительного времени рыбалки В дневное именно время Не вечером, не утром, не на зорьке А вот прям посередине дня Я считаю, что это очень хороший результат Вот, между поклевками проходило, ну, примерно 3 минуты Ну, не больше, короче Это прям вот 3 минуты Это считается, что я прям сижу и дубиню А так обычно минута, все, сразу поклевка, рыба Поклевка, рыба, поклевка, рыба Единственное, что мелковато Зато сегодня нас порадовала погода Посмотрите, солнечный день великолепный На небе нет ни облачка Вообще шикарно, шикарно Сегодня очень теплая погода Мне вот так было даже жарковато немножко У меня вот здесь под костюм Марион Элит Барьер В котором я сейчас нахожусь Под ним у меня флисовая кофта Можно было бы вполне уже и кофточку, наверное, эту снять И так просто в одном костюме здесь находиться Ну что ж, вот с таким замечательным настроением Хочу с вами попрощаться Всем пока, не сидите дома Выбирайтесь на природу До встречи на рыбалке